Всем добра, с вами Каролина и добро пожаловать в новое видео и давайте сегодня с вами посмотрим на тех айдолов, которые изначально дебютировали в совершенно других группах и совершенно других амфлуа. Ну и конечно же подписывайтесь на мой психологический инстаграм и также пишите в комментариях, возможно вы знаете еще каких-то таких интересных айдолов, которые тоже дебютировали в совершенно других группах, а потом стали популярными в каком-то другом проекте. Ну а я вас всех очень сильно люблю, ну а мы начинаем. Многократные дебюты становятся все более распространенным явлением в кип-поп индустрии, особенно из-за таких программ как Produce и различных других шоу на выживание. Многие айдолы не имели большого успеха со своими первыми группами, но позже добились его, дебютировав снова. Квон НБ. Она дебютировала в 2014 году, когда была частью женской группы ИА. Дебют ИА не имел большого успеха, они выпустили только один сингл за всю свою дискографию. В конце концов НБ покинула группу и подписала контракт с Улим Интертеймент. Она участвовала в Produce и стала участницей IG1, где пользовалась огромным успехом. Ну а после их распада она смогла дебютировать еще раз, но уже как солистка Хюна. Она изначально дебютировала как участница Wonder Girls в 2007 году в JYP Entertainment. Хюна покинула компанию и группу в 2008 году из-за переживаний ее родителей о ее здоровье. В конце концов она подписала контракт с Юп Энтертеймент и дебютировала в качестве участницы 4Minutes в 2009 году, который официально расправлен в 2016. С тех пор она успела покинуть компанию на фоне скандала с отношениями, присоединилась к P-Nation, продолжая свою успешную карьеру в качестве соло. А еще она готовится к свадьбе с Тодом. Мино. Мино изначально был андеграундным рэпером, и именно так он познакомился со многими своими близкими друзьями-айдолами на текущий момент, такими как Зико. Изначально Мино дебютировал как участник группы Boom. В конце концов они распались после нескольких лет. Именно был принят у IG Энтертеймент, где смог принять участие в шоу на выживании Win Who Is Next. Он был членом победившей команды и таким образом стал официальным участником. Winner. Сомин. У Сомин было несколько дебютов в Дакарте. Первоначально она дебютировала в женской группе Pretty, но группа распалась через 2 года после их дебюта. В 2015 году Сомин дебютировала в женской группе April, но через пару месяцев после дебюта покинула группу. Она хотела найти себя, поэкспериментировать с музыкой, чтобы найти именно ту, которая лучше всего ей подходит. Она попала в ПКарр в 2016 году и с тех пор остается в данной группе. Соль Джи. Соль Джи впервые дебютировала в вокальном дуэте 2&B в 2006 году, но те распались в 2012 и вскоре после этого Соль Джи повезло дебютировать в EX ID. Ну а знали ли вы обо всем этом, конечно же, пишите в комментариях. И какие-то дополнительные такие вот истории, которые знакомы лично вам, а тоже оставляйте в комментариях, давайте там обо всем этом поговорим. Ну а я вас всех очень сильно люблю.